С глазу на глаз с проблемой. В этом году сразу в нескольких городских больницах республики начнут делать операции на катаракту. Необходимое для этого оборудование появилось в Набережных Челнах, Нижнекамске, Зеленодольске и Актаныше. Это позволит значительно разгрузить поток пациентов в республиканскую офтальмологическую больницу. Далее о ситуации глазами Венеры Мухаммедовой. За ней пока глаз да глаз. Айгуль Галиева провела несколько операций на катаракту. Все они виртуальные. Хирург помог прозреть манекену. Это фока-эмульсификатор. Используется для оперативных вмешательств при катарактах. Это методом ультразвука, это микроинвазивная хирургия. Удаляется катаракт. То есть хрусталик помутневшийся уже. Условия в образовательном центре высоких медицинских технологий максимально приближены к реальности. Тренажеры в точности копируют оборудование. Потому офтальмологи, прошедшие курсы обучения, уверенно заглядывают в будущее. Оперировать, надеемся, начнем уже в конце марта. Квоты нам уже выделили. 100 квот на микроинвазивную хирургию. То есть вакуэмульсификации катаракты с имплантацией ИОН. И 100 операций. Обычная экстракция катаракты тоже с имплантацией интерокулярных линз. Пациенты Октанышской центральной районной больницы, узнав об этом, сделали большие глаза. Раньше, чтобы вернуть зрение, из-за развившейся катаракты приходилось преодолевать большие расстояния. Приезжать в Казань и записываться в очередь. По последним данным, в Республиканской клинической офтальмологической больнице она составляет свыше 6 тысяч человек. С силами района закупили для операции оборудования на сумму 2 миллиона 300 рублей. Это аркон лаурето, с которым мы можем проводить уже офтальмологические операции на хрустальнике. В районе в общей сложности 400 пациентов нуждаются в хирургическом вмешательстве. Посмотреть на ситуацию другими глазами поможет собственный оперирующий специалист Айгуль Галеева, который в первое время будет работать в присутствии хирурга из столицы.